Предупреждаю сразу, если кто-то так же как и я вырос на фильме Маска, то возможно из-за этого видео ваше детство чутка надломится. Ну простите. Также здесь будет много спойлеров касательно комикса Маски, так что если вы планируете почитать, то выключайте видео. Но сначала лайк, а нам пора начинать. It's party time! И ладно бы перезапуск, но фанатов затригерило то, что режиссер первого фильма и савтор комикса Майк Ричардсон хочет видеть в главной роли женщину. Что? Опять бабу в главной роли? Вам мало было охотниц за привидениями? Забыли про 11 подруг Оушена? В основном вот на такие комментарии я натыкался под каждой новостью о перезапуске Маски. Ах да, были еще и вот такие. Джим Керри в этой роли лучший! Лучший Керри нельзя найти! Лишь бы феминисткам угодить, готовы канон обосрать! А вот тут стоп. Поговорим о каноне. Готовы, что я слегонца ударю молотком по вашему детству? Готовы? Ну тогда погнали. Для начала Стэн Липки с недовольной жизнью нытик. Да-да, далеко не тот милый неудачник, каким нам его показал Джим Керри. Так еще и надев маску, он становится не озорным весельчаком, а мстительным убийцей. Для начала он сжигает практически заживо прессовавших его гопников. Далее он мстит механикам, изговняковшим его машину. Да не так, как это было в фильме. В конце под раздачу попадают копы, пытающиеся остановить маску, и простые жители. А заканчивается первый том тем, что Стэнли убивают. Да-да, первая книга заканчивается смертью Стэна. Книга-то заканчивается, но история продолжается. И во втором томе у Маски появляется новый владелец. Девушка Стэнли Кэти. Но Кэти избавляется от нее и относит в полицейский участок. После этого маску надевает лейтенант Кэл Уэй, которому в фильме по сравнению с комиксом уделили довольно-таки мало времени. Ипкис? Стэнли Ипкис? Да. Я лейтенант Кэл Уэй. Вы можете что-нибудь сказать о произошедшем вчера? А после лейтенанта Маска попадает в мафиозные шестерки. Но и шестерка у Маски не последний носитель. И Маска снова возвращается к Кэти. После нее же последним носителем становится маленькая девочка. Но про нее комикс я не читал, а слышал так вкратце. Поэтому притормозим на Кэти. Единственным носителем из всей четверки, за которым приятно наблюдать. Кэт из комиксов как раз подходит под разряд современных фильмов. Сильная женщина, но не утрирована. Совладавшая с Маской и победившая мафию. Все, что Стэн, что лейтенант, что шестерка, хотели, мечтали, желали владеть Маской. И по ходу ее ношения только больше. Но не Кэт. Также довольно примечательно, что Маска только Кэт рассказала историю своего происхождения. И только Кэт добровольно отказывается от Маски по финалу. Не, ну до этого еще лейтенант отказывается от Маски и закапывает ее. Но до этого он уже успел немного поехать кукухой. И по факту только Кэтрин хочет, чтобы весь комикс эту Маску никто не носил. А вот теперь скажите, чем вам не сюжет для фильма 18+. С кровью, убийствами, юмором и женщиной в главной роли. Также, как по мне, можно запилить нефиговый хоррор с маленькой девочкой в Маске в главной роли. Ну а что, те же самые кровь, убийство и юмор. Только там, по-моему, вся драма крутится, что у ребенка нет родителей. Больше сказать не могу, комикс не читал. Ну все ясно, подстилка феминистская. Прогнулся под толерантностью, да? Нет. Мне все так же не нравятся охотницы. И все так же не нравятся 11 подруг Оушена. Но у Маски есть годный женский персонаж. А это значит, что есть что показать. Как по мне, в фильме можно быстро прогнать арки Стэна, лейтенанта и шестерки. И сразу уделить время Кэт. Или же вообще убрать Стэна и шестерку. И сделать Кэт девушкой лейтенанта. Тогда мы сможем увидеть, как Коб из-за Маски теряет рассудок. А его девушка решает ему помочь и забирает Маску себе. А как врагов можно также оставить мафию. Ну что ж, вот вам и микросюжет набросан. И теперь, зная первоисточник, я надеюсь, что некоторые из вас, или же все, будут без такого хейта относиться к данному перезапуску. Дорогие друзья, с вами был Кин. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А в описании вы сможете найти ссылки на мой инстаграм и группу ВК. Где при желании вы можете поддержать развитие канала рублем. Ну а я, как всегда, пожелаю вам только интересных сюжетов и меньше ненависти, друзья. Пока!